Что тут прошло, буду рассказывать. Наверное, немножко мы уже всех затроллю. Потому что у нас маленькая компания. Мы занимаемся софтом для автоматизации маркетинга. Нас 70 человек. И компания отличается, наверное, от опыта большинства здесь присутствующих тем, что у нас строится, в общем, бирюзовая организация. Тут у кого-то что-то звонит. И у нас в компании открытые зарплаты. Agile нам внедряла компания Scrum Track, когда она, по-моему, только была создана, как раз в 2008 году. И вот с тех пор мы на этом деле плотно сидим. Соответственно, у нас такая уже устоявшаяся гибкая культура. Вот на 70 плюс человек и 250 миллионов рублей оборота у нас нет ни одного менеджера внутри. И, в принципе, мы при этом быстро растем, как-то вот развиваемся. Где-то мы последний год живем с полностью открытым P&D и зарплатами. И, собственно, как раз где-то на 70 людях нам показалось, мне показалось. Да, я забыл представиться. Собственно, я генеральный директор и акционер, один из акционеров этой компании. Начало казаться, что самоуправление как-то не совсем хорошо работает. Сейчас об этом расскажу. И мы начали задумываться о том, что нужно бы какую-то структуру этому придать. А в Agile есть такая штука, которая называется вот эти самые OCR. Ну и посмотрели, попробовали применить, что получилось. Вот об этом буду рассказывать. Вот, да. Ну, как вы поняли, я, собственно, про конкретно саму методику особо ничего не знаю. Как у нас было, расскажу. Ну, кажется, что вообще наша культура и Agile очень хорошо совместимы. И много из тех принципов, которые постулируются этими самыми OCR, на самом деле используются. Важно сказать, что мы находимся в Kanban секте. То есть есть секта Scrum, а есть секта Kanban. Вот. У нас Kanban секта, то есть поток ценности. И как-то мы этот конвейер корректируем, а не то, что у нас там прям жесткие такие циклы планирования. И вот я просто слышу доклады, которые здесь первые два были, что OCR, он немножко про, скорее, такие спринты на уровне компании. Раз в квартал, раз в полгода, раз в год, не знаю, там, если это KPI. Все собрались, запланировали, каскадировали на всех целей и побежали. Вот. У нас не так. У нас выстраиваются конвейеры и, соответственно, постоянно идет поток конвейер. То есть это немножко другая идеология построения бизнеса. Про это есть там книжка. Как там она называется? Тоже Scrum Track, по-моему, переводил. Привозили товарища Андерсона, который это придумал в Москву. Ну, как у нас подробно устроено, вы можете погуглить. У меня есть несколько докладов. Вот я делал на AgileDS недавно, на AgileConf. Как у нас устроено. Не буду в это углубляться. Как у нас работало до 50-60 человек? Ну, по факту это были такие индивидуальные OCR, которые пулились. То есть как вообще работает вот эта самая открытая зарплата? У нас есть трела-доска внутри компании, на которой каждый может завести себе карточку. И, соответственно, попросите. Вот у меня сейчас такая зарплата, хочу такую зарплату. И если эту карточку никто не завитирует в соответствии с принципами самоуправления и LALU, то, в общем-то, зарплата устанавливается. И шаблон вот этой карточки, которую вы видите на экране, он очень соответствует тому, о чем мы здесь говорим, вот этим самым OCR. То есть человек, он… Первая карточка заводится в начале, при испытательном сроке. Называется «Ожидание на испытательном сроке». Он с ведущим обсуждает, что от него компания ждет. А дальше он, соответственно, во всех следующих карточках, которые про зарплату, он ссылается на предыдущие. И сам себе говорит план-факт. Ну, типа я в прошлой карточке хотел сделать такие фичи, такие брал на себя, коммитменты, ОКРы, ожидания, как их ни называете, неважно, KPI. Соответственно, а вот прошло там полгода, я их выполнил или не выполнил, зато выполнил какие-то другие. И планирую в ближайшее будущее еще что-то делать, на себя брать какую-то ответственность. И, соответственно, хочу такую зарплату. И все это публично. Естественно, там коллеги дают обратную связь. Поскольку там финансы открыты и так далее, то до где-то 50-60 человек, то есть такой размер небольшого бизнес-юнита, это вообще работало без какого-либо управления. Ну, то есть, в принципе, все понимают, куда компания идет, какие цели, кому что нужно делать. Все достаточно очевидно. И все было хорошо. Потом мы подросли немножечко и получили такой первый негативный эффект. Естественно, компания начинает разрастаться. И там появился какой-то определенный такой, ну, не бизнес-юнит, но там команда внедрения и команда разработки. И они немножко по причинам, связанным там с бизнесом, с особенностью, жили в каком-то своем мире. То есть, они заводили эти карточки, как-то они не понимали, каковы вообще цели компании, как это все относится к их конкретным достижениям. То есть, им казалось, что у них все хорошо. Они все друг другу там давали позитивную обратную связь. Все классно, там зарплаты повышаются. На самом деле, мы им как бы говорили, что, ну, ребят, на самом деле, это вот вам кажется, что все хорошо и временно, там все вроде ничего, но на самом деле сейчас вот будут проблемы. И как бы то, что вы делаете, оно недостаточно, там, не соответствует уровню компании и так далее. Вот, но, к сожалению, донести это не удалось, поэтому пришлось всех уволить. Вот. Это был такой негативный опыт. То есть, сначала уволили команду менеджеров, а потом за ней и команду разработки, по сути. Вот, ну, не совсем уволили, как бы, там у нас хитрый процесс увольнения через внутренний рынок. То есть, как этот процесс проходит, мы сказали, что, ребят, команду расформировываем, и те люди, которых возьмут другие команды, они остаются, а те, кого не возьмут, не остаются. Ну, почти никого не взяли. Вот. Ну, собственно, что было подтверждением того, что с общим вектором компании одно как бы не сопутствовало. И тут мы задумались, как бы, что нужно, наверное, что мы, как бы, виноваты, и нужна, наверное, какая-то система, которая более лучше, как говорится, покажет людям, а, собственно, они в векторе компании двигаются или не в векторе. Вот. И такая была наивная гипотеза. Ну, то есть, понятно, там, вот этот менеджмент by objectives, что у нас там, значит, традиционная система, у нас есть генеральный директор, он там ставит KPI и начинаем их каскадировать, там, через менеджеров, через команды на людей, и все понятно. А у нас, значит, пуша нет, у нас такое самоуправление, значит, все должны пулить вот эти вот модные слова OKR. OKR, неважно, значит, OKR. И, ну, мы подумали, раз у нас работают индивидуальные карточки, то есть, по сути, вот эта индивидуальная карточка на зарплату, это такой пул вот этих самых ключевых результатов. То есть, человек сам себе понимает их, сам себе их описывает, и сам берет коммитменты. И это очень хорошо работает, потому что, ну, публичное обещание, ответственность, вот это все. И мы внутри там обсудили, была идея, давайте теперь у нас будут команды пулить. Ну, типа, команда соберется, у них там тоже поймут свой бизнес, бизнес там поговорят со всеми, поймут свои цели, и, соответственно, заведут карточку командной обратной связи. Ну, если работало для одного, должно работать и для команд. Вот, получился абсолютный фейл, совершенно нерабочая история. То есть, это всем очень понравилось на старте, все команды побежали обсуждать. Вот, вот я привел, ну, не вместилось, это там на минимальном шрифте. Это одна из команд, она сделала такую карточку, вот на, там сколько, 6 человек или 7. Вот, это был где-то, ну, во-первых, то есть, я посчитал специально, что, поскольку попросили суммарно на команду увеличения фото, получилось половина годовой прибыли компании. Вот, ну, потому как бы все себе насчитали, там все там по грейдам и так далее. Это по сравнению с нашим обычным процессом, то есть, вот у нас обычный этот менеджмент с зарплатами, он там отнимает, не знаю, очень мало времени. То есть, это все автоматически, плавно происходит с одним человеком, там тривиально все эти истории с зарплатами проезжают, в этом вообще никто не занимается. А здесь у нас был месяц просто разброда и шатания, при котором, значит, все команды все это обсуждали, значит, там ходили, смотрели, и, ну, эти просто, на самом деле, их невозможно анализировать, их невозможно обсуждать, то есть, тут просто гигантский объем информации, и причем ретроспективно, что еще раз подтверждает как бы общую концепцию, да, что мы все это обсуждали, 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 естественно, буквально через месяц уже было видно, что все планы, которые мы обсуждали, все поехало. То есть, бизнес поменялся, и все там цели, вот эти там, roadmap команды на полгода, все поменялось, уже как бы неактуально, нужно делать по-другому. И это всем как бы очевидно, но карточки там время на это потрачено. Вот, и, ну, понятно, что не работает. Вот, и где мы сейчас? Вот сейчас мы, в принципе, здесь мы поняли, что такая штука не работает, вот, при этом заниматься декомпозированием целей вот этим, ну, по сути, даже в OCR это все-таки декомпозирование, то есть есть верхний уровень, и дальше там менеджмент начинает как-то там на команды декомпозировать. А у нас этого менеджмента нету, и некому этим заниматься, и никто не хочет этим заниматься, как бы, и что делать? Вот это где мы примерно сейчас, с чем работаем. Какой вопрос, да? Ну, как обычно, любимый вопрос. А вообще, как бы, чтобы что? Ну, то есть, типа, зачем все это? Так сильно задумались, очень крепко. У нас первая там боль, которая была… Сейчас, наверное, структура слайдов поплывет, но неважно, чуть-чуть забегу вперед. То есть, я для себя как ответил? Первая боль была такая, что ребята не видят общих целей, заводят карточки, зарплаты хотят повышать, при этом объяснять им не получается, и как бы не совсем еще понятно. Там была такая цель, что как вот эти все повышения зарплаты, они, в принципе, влияют на общий P&L. Ну, то есть, как контролировать, в принципе, FOD, чтобы компания не ушла в убыток, там, приносила прибыль, и все было хорошо. Сейчас расскажу, как это решили. Это как бы была такая первая цель у нас попытки вот этих каких-то введения общих процессов управляющих. А вторая цель, естественно, донесение этих самых целей компании, каскадирование их в том или ином виде, чтобы людям было понятно. И я как раз читал книжку тогда, хорошую, очень, называется на английском Outliers, на русском почему-то называется «Правила лучших SEO». Это книжка, которую Баффет рекомендовал в каком-то 2012 году номер один для чтения. Там расписано про стратегии очень топовых гендиректоров американских за последние 20-30 лет, которые на длительном диапазоне принесли сильно больше прибыли, чем рынок, ну там, в разы. И в разы больше, чем General Motors Джек Уэлча, который считается очень крутым менеджером из культуры МБО. И в принципе там, если так упрощать книжку всю, то один из ключевых вещей, и в том числе как Баффет управляет своим конгломератом, это децентрализация и управление через кэшфлоу. То есть, я не знаю, если кто-то не знает, то вот этот Баффет, он же на самом деле не инвестор, он владелец бизнесов. То есть у него в компании вот этот Berkshire Hathaway работает, по-моему, там 250 или 350 тысяч человек. Ну, то есть это его действительно компания, и он им ставит какие-то цели. Он владеет контрольными пакетами и не отпускает там по 20, по 30 лет. И у него на все эти компании Headquarters 45 человек. И весь его принцип управления сводится к тому, что когда они покупают бизнес, там есть какой-то менеджер, он ему ставит цель по кэшфлоу. И если он ее выполняет, молодец, если не выполняет, уволен. Вот и все управление. И весь конгломерат работает таким образом. И, в принципе, мысль была какая, что поскольку у нас прибыль открыта, то почему бы нам не управлять внутри компании как конгломератом. Ну, то есть давайте просто финучет протащим до команд и поставим цели в прибыли, потому что как бы, а что нет. Вот. И что у нас промежуточно получается? То есть мы поняли, что командная не работает. Соответственно, сказали, все, зарплата будет индивидуальная. И там выработали, у нас есть система грейдов, мы решили ее там дальше развивать. Соответственно, а чтобы контролировать, собственно, уровень зарплаты, мы просто разработали себе метрики. У нас, естественно, есть бизнес-план, есть там миноритарии, инвесторы. То есть это не зеленая организация, мы деньги зарабатываем. Вот. И мы просто сказали, что давайте посмотрим, а какая у нас там доля зарплаты там по… У нас два типа команд, менеджерские и разработческие, там это основная часть компании. Доля зарплаты в выручке. И, в принципе, стало понятно, что если доля зарплаты в выручке падает, а она падает, то, вообще говоря, какая разница, какая у кого зарплата? Ну, никакой. Поэтому, ну, то есть как акционерам абсолютно не важно. То есть есть показатели по прибыли, они выполняются. Есть там понятная бизнес-модель, она выполняется. Дальше можете ставить любые зарплаты. Если как бы метрики не выполняются, тогда мы идем там, начинаем разбираться, почему, и начинаем там нарезать и всякие другие неприятные вещи делать. Вот. Ну, посмотрели, кстати говоря, там задавали в одном интервью, когда спрашивают про открытые зарплаты. У нас средняя зарплата по компании быстро растет, но при этом доля зарплаты в выручке падает. Ну, контруинтуитивно, ну, так. То есть никакой проблемы нет. Вот. Соответственно, и сказали, давайте командам поставим самого высокого уровня метрики. У нас два типа команд. Разработка, собственно, айтишная. И все остальное, мы их называем внедрение. Во внедрение это что? Это люди, которые внедряют продукт у нас, с клиенту, соответственно, продают. То есть у нас нет отдела продаж, нет маркетинга. Соответственно, маркетологи, продажники, они все сидят вместе с внедренцами. Там же сидит поддержка первой линии. И, по сути, это такая клиентская команда, которая занимается внедрением, продажами всем. И вот эта клиентская команда, это, собственно, естественно, и заказчики продуктовые. У них очень простой ОКР, это прибыль, естественно. Мы протащили тривиальным образом финучет и просто на команды поставили прибыль. Ну, выручку и прибыль. У разработки у нас есть там метрика, которая, в принципе, показывает, что у команды все хорошо. Вот этот сервис-левел-агримент из каунтбана. Ну, это такой скорее светофор. По большому счету она показывает, выполняет команда свои обещания по оценке или нет. Ну и плюс есть какие-то там долгосрочные roadmap, фичей, которые раз в год там за полчаса набросали. В принципе, команда знает, что вот они по этому roadmap едут с той скоростью, как бизнес там позволяют реалии. Вот. И быстрая обратная связь от рынка, ну, понятно. То есть если там клиенты уходят или жалуются и так далее, то самые жесткие меры. Вот. И пока как-то стало спокойнее, и система нормально продолжает работать, все все понимают. Очень понятные ОКРы, совершенно не нужно заниматься их декомпозицией. Единственное, что нужно с финучетом поработать. Но это как бы решаемо. Вот, да. И самая главная обратная связь, что все должны при этом понимать, что если не получилось как бы выполнить вот эти вот очень высокоуровневые цели, то как бы с командой расстаемся. И вот этот пример, о котором я, собственно, рассказал, он как бы очень хорошо донес до всей компании, как работает система управления. Ну, то есть, как бы до этого немножко там люди относились к PND или ко всему так, оно где-то там. Вот. А тут вдруг пришло понимание, что эти метрики, они действительно очень важны. и все как бы очень серьезно стали к ним относиться. Уровень ответственности вырос. Вот. Ну, и там еще есть несколько интересных вещей, потому что поскольку там все справедливо устроено у нас, и когда есть какие-то проблемы, то первое, кого увольняем, естественно, те, кто больше всех получает. Вот. Поэтому, соответственно, люди это понимают, и это там хороший очень эффект имеет на повышение зарплаты и прочее. Что-то еще тут хотел сказать. Ну, да ладно. Значит, какие проблемы у такой системы? С чем мы столкнулись уже? Ну, люди сидят в этом потоке ценностей, в принципе, у них все получается, но компании-то нужно развиваться, нужно создавать новые команды, нужно проводить какие-то эксперименты, рынки и прочее. И, в принципе, такая система эту штуку демотивирует. То есть, ну, у людей сработанная команда очень хорошая, есть достаточно понятный поток, конвейер, и людям не нравится, не хотят выходить из зоны комфорта. А бизнесу это нужно. То есть, вот сложности с тем, чтобы какие-то кросс-командные взаимодействия, достаточно, ну, как бы видно, что люди тяготеют внутрь команды, а не вовне. Соответственно, есть какие-то эмоциональные штуки, там обсуждать чужие зарплаты, давать обратную связь, нанимать, увольнять людей. Это как бы идет тяжело. А при этом понятно, что это необходимо для того, чтобы выполнять вот эти самые цели по прибыли. Вот. И брать на себя риски. Ну, что мы с этим делаем? Вот это все как бы с… Ну, я вопросики, правда, удалил, но это все под вопросом. То есть, у нас сейчас это все в процессе как бы эволюционном. Не могу сказать, что это прям законченный опыт. Когда мы захватим мир, тогда, конечно, уже можно будет продавать как холократию. Но пока это все там working process. Ну, то есть, первое, что мы сделали, мы поняли, что быстрый фикс, люди не понимают общих историй. Быстрый фикс – это мы налегли на распространение информации. То есть, ввели формальные процессы, ежемесячные демонстрации большие на всю компанию, того, что сделано у менеджеров, у разработчиков. Соответственно, ежеквартальные ретроспективы в формате World Cafe, там, чтобы собирается по 40-50 человек, и все обсуждают. То есть, просто больше разговаривать и рассказывать вот об этих целях – это хорошо. Значит, чтобы снять вот это опасение по поводу рисков и прочего, мы просто внутри сейчас развиваем финучет. И когда мы сделали стратсессию, мы договорились, что давайте у нас будут эксперименты с мини-гендиректорами. Ну, то есть, понятно, что не все хотят сидеть в конвейере и делать вот это понятно. Есть какие-то инициативные люди, но, с другой стороны, им страшно, потому что ответственность и прочее. Мы просто сказали, давайте вы выйдете и скажете, я вот готов вот за такие высокоуровневые KPI побороться, если мне дадут такие ресурсы. Ну, то есть, там, запуск нового продукта, столько-то клиентов будет пользоваться через X времени, если мне дадут столько-то разработчиков. И дальше мы говорим, что, ну, в рамках вот этого ресурса, во-первых, понятно, что это риск. Вся компания понимает, что здесь может быть провал, а с другой стороны, ты можешь делать все, что угодно. То есть, мы как бы, ну, такая внутренне инвестиционная, как многие компании делают, то есть, внутренние инвестиции. И все понимают, что, как бы, инвестиции – это риск, и ничего страшного, как бы нормально фейлиться. Главное заранее сказать, что вот здесь мы рискуем. Мы ввели вот эти самые верхнеуровневые, как и у доклада вот в Авито было, ввели бонусы за вот эти верхнеуровневые цели. То есть, мы, у нас опционная программа привязана к созданию команд и кросс-командному взаимодействию, то есть, к созданию процессов. Мы ввели для менеджеров, поскольку у них ОКР – это прибыль, мы ввели для них квартальный профит-шаринг, соответственно, чтобы они почувствовали вот этот самый прибыль реально на себе. И еще ввели, правда, еще ни разу не платили, то есть, в конце года планируем. У нас есть план перед акционерами, соответственно, за перевыполнение плана договорились с советом директоров, что 50% от перевыполнения плана будет в виде бонусов. А внутри сказали, что, соответственно, это будет для тех, кто вложил вот эти вот тяжелые эмоциональные усилия для кросс-командного взаимодействия. То есть, кто там нанимал людей, увольнял людей, делал всякие такие штуки, там, витировал, обсуждал зарплату и прочее. А это тоже там как бы не… Ну, весь коллектив это видит, это все через социальное давление прозрачно и понятно. Вот. Ну, и вот самым последним пунктом – это как раз вот эти ОКРы. То есть, понятно, что их все равно нужно формулировать, но в нашей системе это получается скорее такая совет, что ли. То есть, получается как? Что есть вот эта цель командная, прибыль, и, в принципе, мы не хотим лезть туда, декомпозировать и что-то там им говорить. Но понятно, что не все хорошо понимают, а что нужно конкретно делать, чтобы эта прибыль случилась. Соответственно, да, там можно сделать сверху небольшую декомпозицию, какую-то, как кажется правильным, там, не знаю, мне или акционерам. И, по сути, есть ожидание, что… И она только происходит. Люди, которые сидят в командах, и они понимают, что у них есть вот такая цель, они сами приходят и постоянно пулят. Они приходят и говорят, а слушай, о чем мне делать-то? Ну, то есть, как бы он понимает, что у него очень большая цель, у него вся власть, вся ответственность есть, и как бы за эту цель реально спросят, потому что это вот результат в деньгах. Он приходит и говорит, а что делать? И вот если сейчас это построено в большей степени на разговоре, то кажется, что хорошо, если это будет экселька. Ну, то есть, вот Google спритшит, и там будет написано, что, в принципе, компания, посовещавшись, считает, что для того, чтобы команда менеджера один достигла своей цели, ей нужно выполнить следующие ключевые цели и результаты. Но вообще говоря, это ее дело. То есть, она может принять их, а может не принять. Какая разница, если она работает на прибыль? Но практика показывает, что в такой системе очень хорошо прислушиваться к советам. Ну, то есть, как бы, все стимулы есть. С другой стороны, предлагают естественные свои. Вот. Ну, основной вывод, который я для себя сделал по поводу управления компаниями, за сколько мы, 10 лет с партнером это строим, что надо делиться. И, по-моему, это базис всего управления. Вот я на рынке смотрю, что происходит. Мне очень нравится, как рванул X5. Ну, вот я не знаю, кто следит. Я слежу, как X5 просто победил магнит. Конкретно совершенно. И, по-моему, весь секрет сводится в профит-шаринг и топ-менеджменту. Вот там у них, по-моему, 20 топ-менеджмента. Вот сейчас в ведомостях вышла буквально неделю назад статья, где раскрываются детали. Они уже 9 миллиардов рублей отдали. И на следующие 5 лет еще 20 в виде профит-шаринга. Ну, то есть, и вот как только они это ввели, все сразу заработало. А, по-моему, вот все это каскадирование целей, я, может, сейчас затроллю, но вот это там KPI, OKR и так далее. Это такой способ просто управлять, не раскрывая прибыль. Ну, то есть, грубо говоря, у нас мы такие акционеры, у нас тут суперприбыли. Мы не можем поставить цели по прибыли, потому что страшно, там, делиться придется и так далее. Поэтому мы будем заниматься тем, что поставим людей, которые будут каскадировать, как-то все эти там распределять цели и так далее. На самом деле это, ну, такая вторичная история. Надо просто по деньгам поставить, договориться с топами и ехать. Вот, кстати говоря, вот Зеленый банк, у него тоже, если следите, очень большая опционная программа. И там в ней такое количество народу, что, в принципе, уже не важно, какая внутри культура и там какой они фреймворк масштабирования agile используют. Если там роздано опционов на 200 миллионов долларов 100 людей, то понятно, что вся команда дико мотивирована бежать вперед. Какая разница, какой они там фреймворк масштабирования agile используют. Сегодня Сафи, завтра лес, послезавтра сами что-то придумают. Там такая толпа драйверов, что, как бы, естественно, все будет работать. Если этого нету, то, по-моему, ничего не будет работать. Вот. Дескелинг, то есть, есть, вот я как вижу масштабирование нашей компании. Понятно, что вот это, если нет менеджеров, или если мы их не хотим, то не работает каскадирование целей, очень тяжело это все. Что делать? Нужно искать вот этих внутренних предпринимателей, генеральных директоров условных, и дать им просто цели, чтобы они брали цели про деньги. А дальше, опять-таки, делай, что хочешь. Зачем заниматься микроменеджментом внутри? Выполнил – молодец, не выполнил. Ну, там, соответственно, есть какое-то количество попыток. Понятное, да? Вот. Ну и опциональный OCR, который можно использовать, и, наверное, это хорошо для того, чтобы просто задать людям ориентиры, что, в принципе, если ты хочешь взяться, то вот есть цели, которые, как мне кажется, если ты выполнишь, то ты достигнешь там целей по прибыли. И вот. Вот как бы то, к чему мы пришли. Ура! Это был последний слайд. Спасибо большое. Было действительно очень интересно, и я во многом с вами согласна. У меня очень простой вопрос. Скажите, а можно вашу презентацию в электронной виде? Так вот этот Google слайд, у организаторов есть ссылка, она доступна для всех. Спасибо огромное. Вот. Да, подписывайтесь на Scrum Track, будет и видео, и слайды. Сейчас был на Agile Days доклад большой делал, такой прям часовой про всю нашу культуру, и Agile Scrum Track должен выложить, я так понимаю, в течение месяца. То есть он уже доступен там по внутренней ссылке, а сейчас вот должны пойти. А старенький с ноября, он доступен уже, тоже Scrum Track выкладывал. Спасибо большое. У меня два вопроса. Один очень короткий, второй чуть побольше. Первый. Правда, что в таком подходе взаимодействие между командами очень невелико? Ну, то есть, нет, неправда. Ну, то есть у нас очень маленькая текучка, по крайней мере, в разработке, и костяк составляют люди, которые работают по 5-7 лет. И вообще основная мотивация в такой культуре внутренняя. И те люди, которые давно работают, они вообще не смотрят ни на какие ОКР и прочее, они просто знают, что надо делать, сходят всем помогают и знают, что это будет оценено. И в этом смысле все очень хорошо. Плюс мы учитываем там в грейдах ставим, что ты не можешь выше определенного грейда идти, если ты не взаимодействуешь командно, не берешь на себя там, а не знаю, ответственность за фичи и прочее. И в этом смысле я не вижу проблемы. То есть люди общаются очень открыто, друг другу помогают, атмосфера в коллективе очень хорошая. Где мы столкнулись с проблемой? Мы столкнулись с проблемой создания новых команд. Вот делить такие команды у меня не получилось. То есть у меня там нужно было сделать новую команду разработки, и там есть очевидный кандидат, там есть суперсработная команда, там не то, что там костяк, а там бери просто там пополам дели, и вот добавляй новичков, и будет две суперкоманды. Только нет, потому что они говорят, ну как бы мы не хотим. Спасибо, меня здесь вот команда настолько мотивирует, что мне ничего вообще не надо, хочу остаться вот как есть. И вот с этим сложности, поэтому мы, собственно, от этого опционную программу решили строить. Ну потому что когда с этим столкнулись, стало понятно, что нужно через это действовать. Окей, спасибо. И второй вопрос, я не знаю, если сформулировано, то просто назовите, а если нет, то попробуйте описать, какие ценности у вашей команды? У компании. У компании. Мы три ценности выработали для себя. Первое – это польза, то есть компания, главный принцип всей культуры – польза важнее денег. Ну то есть, и это у нас в стратегии прописано, что компания существует для того, чтобы приносить пользу, но при этом метрикой пользы, именно метрикой являются деньги. Вот, но польза важнее. Это первый принцип. Ну и как бы там два подпринципа, или там, значит, второй – это прозрачность, абсолютная прозрачность, то есть, точнее, порядочность, которая обеспечивается прозрачностью. Ну и третий – это на постоянное улучшение, кайзен. То есть, как бы… Так, следующий вопрос. Нет вопросов? Ура, спасибо. Давайте поаплодируем еще раз. Спасибо.